Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я хотел бы начать еще этот дублик заново. Знаете, парни, я подумал такую штуку, что мне надо говорить, что хотят больше технического контента на канале, но почему-то, куда бы я ни пришел, всегда у нас заканчивается все девчонками и знакомствами с ними. Если организаторы не... Иди сюда, иди сюда. А что подруга не идет? Конечно, конечно. Что снимаешь, расскажи. Смотрите, Катюшка, иди сюда, давай поближе. Смотрите, одногруппницы пожаловали. Я не знаю, где бы я еще их встретил. Так, а видно вот, как вас зовут? Таня. У вас алкоголь есть с собой? А что? Не рассказывай, нас снимают, что компромат будет. Мы не пьем. А что за пацаны с вами? Это не с нами. А, они с вами вдвоем? Да. Ребята, понимаете, мы упустили там двух девчонок, они шли с бутылочкой Инкермана. Мы подумали, снимем все и присоединимся. А тут нас нашли другие. И я должен сказать, они лучше, давайте. Все, поближе. У вас там мужей нет? А что такое? Мужье. Там нет с собой. Есть, есть. Снимаем обзорчик. А что мы снимаем? А, трехозивые стабилизаторы. Знаете, что это такое? Нет. А где вы будете? Ну, мы где-то вот тут на... А у меня есть твой номер? Ну, есть у тебя. А, я же тебе звонил. Ну, хорошо, девчонки, рад был видеть. Пожалуйста, мы к вам еще присоединимся. Поэтому я думаю, что мне само проведение говорит, что пора заканчивать с этими камерами. Надо просто ходить и знакомиться с девчонками и показывать, как это делаем мы. Ну, в частности, я. И, кстати, я вам скажу, ребят, реально, если вас снимают, познакомиться с девчонками гораздо проще, чем если вас не снимают. Поэтому, если у вас нет девушки и совсем уж все плохо, возьмите кореша с камерой и будете ходить. Ну, типа вы по приколу. То есть, если вы облажаетесь, это будет выглядеть не так, как вы облажались, но как будто такой сценарный ход. Сейчас мы будем лезть под лесами. Покажи, пожалуйста, Генуэзскую крепость. Построена, как вы понимаете, из названия Генуэзсами. По-моему, я уже рассказывал вам про всякие крепости. Так, а вот это вход официальный на территорию музея-заповедника. Надо осмотреться. Реально, и голова может закружиться. Ищем подходящее место для блогинга. Вот эту крепость уже реконструируют. Ну, не знаю, в лесах она стоит вот года четыре. И вот тут мы нашли отличное место, прямо с видом вот на офигенную бухту. И мы увидели, что наше коронное место уже занято. Там фоткаются девчонки. Но я думаю, они здесь ненадолго. Потому что, когда я куда-то прихожу, обычно долго никто не задерживается. Сегодня говорят, какой-то дельфине ажиотаж. Все стоят, фоткают дельфинов. Они ходят, я не знаю, как правильно, стаями, косяками. Но их тут реально очень много. А мы посторожим, девчонки, сумки, никаких проблем. Тихо, дес. Смотри, что творят. Спрятались от нас. Вещи оставили. Ну, вот так это выглядит. Реально тут высота. Метров 120, наверное. Так, ладно, пора оставить штатив. Блин, ребята, эта штука реально так шатается. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Хотя я это уже говорил. А сейчас, ребят, мы идем на поиски девчонок. Кто другие девчонки? Я ищу наших девчонок. Девочки, а вы не видели здесь двух девушек светловолосых? А, нет. Светловолосых не видели. А вы давно здесь стоите уже? Минут 10, наверное. Они ушли забытыми тропами. Прошу. Шоу должно продолжаться. А где вы? Так, так, не играй с огнем, детка, не играй. Блин, я вас вижу, вам конец. Значит, ребята, позиция у нас следующая. Мы были вон там. Вон там вот. Они были вот здесь. Вот здесь вот. Сейчас, где выпасывают собачку. Я видел, что наши козочки пошли тропой. И вот этим холмиком мы их потеряли. Варианта два. Либо они решили просто спрятаться на той стороне холма, чтобы их не было видно. Я думаю, это более вероятно. Потому что они уже обессиленные. Мы их загнали в капкан. Отступать некуда. Тут море. Тут овраги. Можно, конечно, уходить. Покажи. Вот туда вот на пляже. Вот. Но думаю, они вряд ли туда пошли. Поэтому, мне кажется, где-то вот здесь нам стоит смотреть. Конечно. Смотрите. Мужская логика бьет точно в цель. Ребят, сколько я затратил на поиски? 15 секунд. Они предсказуемы. Им конец, ребятки. Део, смотри, не упади. Добыча уже никуда не денется. Так, вино уже спрятали. Провели мы здесь недолгие 20 минут. Девчонки вогнали меня в краску, потому что такое начали рассказывать. Хорошего вам настроения. Давай пойдем по тропе. По живописной. Подожди, сними меня, как я иду. По живописной. Я вам скажу, ребят, это было не зря. А что вы делаете? Расскажите, пожалуйста. Чабрец уберу. А зачем? Пить? Миш, Денис, ты винище пьешь. А люди чабрец пьют. У меня такое предчувствие, что где-то здесь совершается преступление. Я так и думал. Распитие спиртных напитков лицами, недостигшими 18-летнего возраста. Вы знаете, что вы не снимаете видео? Конечно, снимаем. Девчонки говорят, что им больше 18 лет. Вы знали, что под боком тут бухают? Да, я заметила. Но я думала, они чай пьют. Нет, это алкоголички какие-то. Здравствуйте. Здравствуйте. Любительская съемка. Какая разница, какая съемка? Вы же понимаете, у нас же сейчас какая обстановка в Крыму. Какая обстановка у вас в Крыму. Боже мой, что вы говорите? Согласовывать съемку на пляже? Это частная территория. Пляж, частная территория? Это вообще динокурство, да. Давайте мы его снимем, и вы расскажете нам про то, что... А мы сразу же в прокуратуру это отправим. Сразу же, и... Не надо. Ребятки, помните, я вам говорил, что я провожу индивидуальные консультации по скайпу, либо же развернуто отвечаю на ваши вопросы. И все это также продолжается, поэтому, ребята, ссылочки в описании. Смотри, даже у чувака со сломанной ногой есть девушка, а у тебя нет. И они целуются на костылях. На костылях. Парни! Продолжение следует... ...